Короче, не важно, друзья, где вы, в Анталии или в Каппадокии. Главное, что вы в Турции. Поэтому покупайте билетики и приезжайте скорее отдыхать. А мы полетели перезагружать в следующий город. Прошлый выпуск «Орел и Решка. Перезагрузка в Анталии» стал для Антона Птушкина финальным. Я уже поняла к сороковому городу, что Антошка ко мне неравнодушен, да? Но ничего никогда не будет, потому что ты некрасивый. Вот, Саша, ты такой несуразный, я не могу. Можно быть смелым, а можно быть Антоном Птушкиным. Криворуги, кривоноги, панторез, очкаски. Идиот! Антон, ходься ко мне подкатывать постоянно. Можешь просто уйти. Может, ты уйдешь? Пришло время начать жизнь с чистого листа. Птушкин, я что-то не понимаю, ты вообще где? Ты понимаешь, что ты меня бросил? Ну, я так решил. В смысле так решил? А ты не хотел со мной посоветоваться? Мы с тобой полтора года бок о бок проработали. Настя, успокойся. Я тебя убью и не посмотрю на то, что ты интеллигент. Настя, перестань. Ладно, все, давай, я с тобой потом разберусь. Ну и где этот новый ведущий? Привет! Орел и решка, Настя Ивлеева, это, это Настя Ивлеева, привет. Господи! Для тебя, Анастасия Вячеславовна, это первое. Во-вторых, встань к зрителю лицом. Как тебя зовут-то хоть? Меня зовут Евсей Ковалев. Евсей Ковалев, путешественник со стажем, отправился в кругосветку. Увидел северное сияние. Пять таких моментов я и живу. Покорил вершину Хорнета. Ну-ну, посмотрим, как он приживется на Орле и Решке. Че так высоко-то? Повиси пока, подожди. А вообще-то я плавать не умею. Ребята, снимите меня отсюда. Мама, куда я? Ой, ё-господи. Вы меня будете цеплять? Да. А вы кого-нибудь раньше уже цепляли, да? Наверное. Ой, а тут резиночка отвалилась. У меня камешек, ботинки. Из туалета хочу немного. Давай. Я уже почти решился. Давай, давай. Я очень боюсь уронить Гоупро. Не надо, нету Гоупро. Что ты мелешь? Странное ощущение. Слушай, Евсей, Одиссей. Давай здоровайся со зрителями, потому что тратишь много времени. С вами Орел и Решка и мы на Лазурном берегу. Хорошо. Господи, монетку хоть подбросить сможешь? Орел? Орел. Орел. Решка. Ничего себе. С первого раза поймал. Орел. Да мы поняли, что ты орел. Открывай. Господи, хоть здесь все хорошо. Я поздравляю тебя, нищеброд. Держи, это твой друг и товарищ на уикенд, а также теплые хрустящие 100 долларов. Спасибо. Ну, вроде нормально прошло. Иди деньги меняй, господи! Евсей, Одиссей. Ах, Лазурный берег Средиземного моря. Канна, Ницца, Монако, Сан-Тропе. Когда слышишь об этих местах, хочется перезагружать их снова и снова. Шесть лет назад, уикенд на Лазурном побережье, мы начинали с французской Ниццы. А сегодня наша отправная точка – карликовое государство Монако. Ну что, понеслась? Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя, у меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Тэнкью. Это же покер-матч, здесь победитель получает все. Ха, а вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. Как ни странно, деньги на вокзале Монако обменять нельзя. Но это и не сильно расстраивает, потому что до центра вполне можно дойти пешком. Ох, понабирали ведущих по объявлению. Смотри и учись, овсе и одиссей, как работают профи. Если людям и стоит бояться паучков, то только не таких. А, вот и мой паучок Феррари Спайдер 488. У вас эти цифры уже не впечатляют? А как вам такие? Стоимость. Выпущена. Аренда. Тише, тише, малыш, мамочка уже на месте. Окей, летс го. Ребят, я не успел выйти из вокзала и тут уже просто космический вид. Очень круто. Монако – это карликовое государство, а точнее княжество на Лазурном побережье. Самое первое, что нужно знать о Монако – это очень маленькое княжество. Насколько маленькое? В длину оно всего 3 километра. А в ширину в некоторых местах каких-то 200 метров. Представьте себе страну размером с Киевский подол. Второе, что интересно знать о Монако – оно со всех сторон граничит с Францией. Но сама граница существует только на словах. Вот прямо здесь находится граница между Монако и Францией. Смотрите, я во Франции, я в Монако. Никаких опознавательных знаков нет, но для наглядности я покажу. А тут у Франции в принципе можно забрать кусочек. У них и так земли много. Смотрите, теперь я в двух странах одновременно. Одновременно. Теперь я в двух странах одновременно. Из-за того, что видимой границы между Монако и Францией нет, нет пограничников и никто не ставит штамп в паспорте. Но можно самому прийти в туристический центр, и тебе шлепнут редкую печать карликового государства Монако на память. И главное – бесплатно. Я хочу взять штамп. Ах, солнце, море, кайф. Я в Монако, в его самом знаменитом районе – Монте-Карло. Сказал бы мне кто-нибудь пару лет назад, что я буду ехать по Монте-Карло. Ну не бибикай мне тут. На красном Феррари я бы ни за что не поверила. Оказалось, моей тачкой в Монако никого не удивишь. Никто даже не оборачивается. Улицы переполнены дорогущими спортивными машинами, роскошными седанами, представительскими авто последних моделей и какими-то гиперкарами, которые я только в кино видела. Хотя чему удивляться, Монако – это страна невообразимого богатства. Здесь стыдно ездить на машине дешевле ста тысяч евро. Когда здесь вызываешь такси, за тобой не приезжает машина, а прилетает вертолет. Хоть на палубу яхты. Чтобы вы понимали, какой здесь живет контингент, просто посмотрите, о чем пишут в монаканских журналах. Здесь вам не рецепты, как закрывать помидоры, а каталог Билл и я. Ну вот, яхта за 79 миллионов евро. А вот аренда яхты за 270 тысяч евро в неделю. Монако – это страна с жиру бесящихся миллионеров. Любимое их развлечение – покупать яхты. Ими забита вся гавань. Если продать все эти яхты, можно вывести из кризиса пол Европы. Ну а для тех, у кого в кармане нет золотой я… золотой яхты. Ну а для тех, у кого в кармане нет золотой карты, есть свой вариант яхты. Общественная – за 2 евро. Ну чем не яхта? Красота. Блин, какие красивые. Да, пусть у меня нет личной палубы и шезлонгов. Но тем не менее это… это что, все? Серьезно? Мы приплыли? Нет, я конечно все понимаю, но только я собирался рассказать, как прекрасно выглядит Монако с воды, какие здесь горы и как вы за 2 евро можете круто посмотреть все это без личной яхты. И все, мы приплыли. Реально, минута. Минута за 2 евро. Что происходит? Кто забыл, напоминаю, Монако – это страна бесстыдных миллионеров. Весь город завешан объявлениями о продаже недвижимости. Смотрите, даже на русском языке есть. Ну что, ознакомимся? Двухкомнатная квартира в престижном районе Монако с консьержем, самое главное светлое – 2 миллиона 400 тысяч евро. Это получается, что один квадратный метр стоит… вдохнули… 63 тысячи евро. А теперь вдохнули еще глубже. Это 2 миллиона гривен за метр. Не, ну я не могу с этих бессовестных вывесок в Монако. Просто 3 миллиона евро, 7 миллионов евро, 9 миллионов евро и главное для кого? Я представляю, вот идет вечерком прогуливается миллионер по Монако пешком, смотрит на эти вывески и такой, куплю-ка если за полтора миллиона евро квартиру площадью меньше моей комнаты в общежитии. Откуда столько нулей? Рассказываю. Из-за того, что в Монако катастрофически не хватает земли, недвижимость здесь в страшном дефиците. Жалко мне все-таки бедное княжество Монако. Богачей селить уже некуда, земля закончилась, а отобрать ее у Франции, к сожалению, нельзя. Вот они и строят теперь прямо в море. Вам не послышалось. Власти Монако отправляют плавучие краны в море, выравнивают дно, насыпают песок, вбивают сваи и строят новые районы. Видите, вон тот квадратный метр моря между баржами. Вон там, на секундочку он стоит 100 тысяч евро. Видите вот эту всю недвижимость? И я не вижу, а половину уже купили. Монако это даже больше не страна, а клуб миллионеров. Сейчас я вам расскажу секрет, почему миллионерам здесь как медом намазано. Потому что если этот миллионер станет резидентом Монако, он может больше не платить налоги на доход. Но это не так просто. Чтобы стать хотя бы резидентом Монако, нужно на счет банка положить сумму полмиллиона евро. И это депозит. За время пребывания в стране вы не можете их тратить. Второй шаг. Нужно купить недвижимость в Монако. А это не меньше миллиона евро. Вы спросите, неужели оно того стоит? Еще как стоит. Это очень выгодная схема. Миллиардер покупает статус резидента за полтора миллиона евро. И потом всю жизнь экономят сотни миллионов евро на налогах. Кстати, не удивляйтесь, если увидите в Монако кучу квартир в нежилом состоянии. Это и есть депозиты миллиардеров. Монако – это, конечно, отдых для богатых. А богатство – это либо наследство, либо могучий мозг. У меня для прокачки мозга есть покер-матч. Тут надо думать, импровизировать, понимать психологию противника. Ведь большинство побед в покер – это умение заставить противника делать ошибки. А это я могу. Это я умею. Монако – это тихий край ленивых миллионеров. И просыпается он только один раз в году. Когда его сон прерывает. Рев моторов Гран-при Формула-1. Из-за того, что Монако – страна маленькая, здесь нет специальной трассы для гонок. Поэтому на время Гран-при центральные улицы превращаются в гоночный трек. Никогда бы не подумала, что я реально смогу стать, ну не то чтобы быть частью этого, но хотя бы вообще все это увидеть своими глазами, тем более поездить по этим дорогам. Эта трасса уникальна. Каждый год асфальт полностью убирают и стелят новое покрытие. Намертво приваривают все люки, чтобы их не оторвало из-за давления. И защищают трассу специальными сетками, чтобы болиды не вылетали в море. Но главное – на ней можно реально почувствовать себя участником Формулы-1. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока Настя гоняет на своем Феррари, я испробую самый популярный общественный транспорт в Монако. Не-а, это не автобус, это… Лифт! Та-дам! Монако прилепилось к скалам. Здесь местами между верхом и низом страны разница аж в 300 метров. Попробуй побегай. Поэтому для удобства граждан здесь везде установили бесплатные лифты. Но не все туристы об этом знают. Смотрите, я был в порту, а через пару мгновений окажусь на проспекте Делла Коста. Да, времени мне эта штука нормально сэкономила. Пешком я бы шел часа полтора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня я поселюсь в самом статусном отеле Монако – Фейермунд Монте-Карло. Этот отель знаменит на весь Монако тем, что его номера выходят на ту самую трассу Формулы-1. И миллионеры снимают здесь номера как ложу в театре за 36 тысяч евро в сутки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но если ты приехал не во время гран-при, тебе нет смысла брать номер с видом на дорогу. Лучше с видом на море. Прекрасно. Так, забудьте все это. Пойдем лучше номер смотреть. Знают, знают в этом отеле, как встречать до безумия богатого человека. Конечно же, холодным, прекрасным шампанским. Кукусики. Ну, ванна как ванна. Ого! Ничего себе! Вот это я понимаю, как здесь встречают богатого туриста. Именное мыло. Мммммэ Анастасия Ивлеева, что в переводе мадмуазель. Ну это, конечно, приятно. Безусловно, это неправильно, когда туристы, знаете, привозят в качестве сувениров вот эти тапки, халаты, тем более шампуни и геля для души. Ну это уже все мое, ведь мое тут же написано. Анастасия Ивлеева. Анастасия Ивлеева кто? Я. Ну что, Монако, покатал меня, поселил, а теперь развлекай. Я приехала в гараж, но не простой. Это гараж бывшего правителя Монако, князя Ранье Третьего. Он был страстным любителем эксклюзивных авто и за всю жизнь насобирал почти 100 штук. Власти Монако не разглашают точную стоимость всех этих тачек. Но эксперты утверждают, что счет идет на десятки миллионов долларов. Вы только посмотрите! Гоночные болиды Формулы-1. Редкие модели спорткаров. О, а вот и бабушка той машинки, на которой я сейчас езжу. Ретро-автомобили. Смотрите, это маленький шедевр. Просто произведение искусства с сидушками, плетенными как на даче. Какие-то необычные машины. Мне нравятся. А вот, кстати, и свадебная автопринца. Ну вот непонятно, как-то могли что-ли повеселее сделать, как будто сэкономили, честное слово. Куклу на багажник, ой, на капот поставить. Эти вот кольца свадебные, ленточки, цветы. Здесь даже не машины есть. Кареты от 1885 года – это вообще пушечный выстрел. Настя, я тоже пойду на выставку крутых машин. Только мне это не будет стоить ни цента. Офигеть можно. Просто посмотрите, это не машина, это космический корабль. И главное, зачем они здесь сейчас выставляются днем, бессовестные. Специально, чтобы все подходили и фотографировались. Бесплатный музей дорогих авто прямо рядом с музеем Монте-Карло. Блин, с музеем. Это просто бесплатный музей дорогих авто прямо рядом с казино Монте-Карло. Поглазеть на самые крутые тачки все приходят на парковку главного казино Монако. И тут не какое-то пыльное ретро, а последние модели топовых марок. Такая лапочка. Пока хозяева тратят денежки в казино, рядом с их машинами толпятся туристы и фоткаются типа этой их тачки. Посмотрите, на машинах даже таблички стоят. Руками не трогать. Как в музее. Ну что, в казино я поиграл, на трассе Формула-1 покатался. Остался последний символ Монако, но не последний по важности. Океано-графический музееей. Привет морскому сезону. На самом краю княжества стоит здание, которое, кажется, выросло из скалы. Это знаменитый на весь мир океанографический музей Монако. Я очень надеюсь, что оно того стоит, потому что 16 евро – это моя самая большая трата в Монако. Сразу с порога ты попадаешь в какой-то дивный мир. Сверху на тебя смотрит громадный 30-ти метровый скелет синего кита. Я сейчас смотрю на эту махину и пытаюсь представить, каким образом это живет на одной планете со мной. Рядом с ним скелеты нарвала, касатки и еще десятка других морских чудищ. Смотрите, а это гигантский кальмар длиной 13 метров с щупальцами. Тут чувствуешь себя как в гостях у капитана Немо с 20 тысяч лье под водой. Они что, реально такие огромные? Если вы думаете, что тут только одни кости, то нет. В этом музее есть настоящий коралловый риф. Если прильнуть к стеклу, можно почувствовать себя дайвером на дне моря. Тут тебе и осьминоги со своими странными присосками. И черепахи-кареты. Зубастые мурены. Петнистые групперы. И рыбы-клоуны в зарослях морских анемонов. Когда мой восторгометр начал зашкаливать, в музее началось световое шоу. И он просто взорвался! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, это шоу самое крутое, что было со мной в Монако. Покер-матч, можно играть где хочешь и когда хочешь. В этом вся фишка. И самое главное, победитель получает всё. Опа. Иси, хватит играть, пойдем работать. Ну еще ставочку. Быстро! Да, ну… Мои хорошие, сто долларов прячу для вас прямо на набережной. Но почему я это делаю? Да потому что эти сто долларов просто копеечки для местных. Если они их найдут, они даже к ним притрагиваться не будут. Кто считает, что сто долларов в Монако – это все же деньги, отправляйтесь в Порт-Эркюль. Выходите на дорожку Де-Ла-Пи-Си-Н и топайте 130 метров на север вдоль берега. Клад надежно спрятан в огромных каменюках. Ну как обычно, удача, друзья. Так-то она мне тоже бы пригодилась. Туфлями прямо в какое-то… Монако. Пришло время найти себе дешевое жилье. А с ним тут просто адовая ситуация. Начнем с того, что в Монако нет хостелов. Ни одного. А самый дешевый номер в отеле стоит 130 евро. Местным не хочется, чтобы у них по стране шлялись бюджетные туристы. Вот они их и отфильтровывают ценами на жилье. Здрасьте, экскюзу муа. Вы не знаете, где я могу переночевать? Ну, у меня всего 30 евро, которые я могу отдать за ночлег. Скверно. Тогда тебе нужно ехать в Ниццу. О да, в Монако очень дорого. Может, я могу переночевать в каком-нибудь общественном месте? Нет, это запрещено. Ну, разве что на пляже. Правда, парня могут арестовать. Лучше не рисковать. Да ладно, арестовать? Скорее всего. Окейушки, спасибо. Итак, у меня есть три варианта ночевки. Первый. Остаться на общественном пляже. Второй. Опционально в полицейском участке. С чего, конечно, решку начинать не хотелось бы. И третий. Воспользоваться их советом и поехать в Ниццу. Вы поняли? Самое дешевое жилье в Монако находится во Франции. Добраться в Ниццу из Монте-Карло можно на поезде. Всего за 20 минут. Станция отправления Монте-Карло, станция прибытия Ницца. И момент истины. Ну ничего себе! Билет в эконом-классе стоит всего 4 евро. Приятно, конечно, что хоть где-то цена не с тремя нулями. Может, оно и хорошо, что хостел в Монако я не нашел. Заодно еще и Ниццу посмотрю. Ну вот я и в Ницце. Осталось надеяться, что хостелы здесь не по 50 евро. Сейчас и проверим. Благо тут их десятки. О, 27 евро. Уже шансы есть. Не, ну зачем вешать рекламу, если все равно мест нет? Ладно, пойду искать дальше. Поиздевательства какое-то. Места нет. Сил уже нет никаких. Смотрю на еду, есть хочется, но гораздо сильнее хочется спать. Горитовец, приходите. Подписывайтесь на канал. Пожалуйста, пожалуйста. Слава тебе. У них есть для меня комната. Как много? За четыре? Да ладно! 38 евро за место в четырехместной комнате. Это больше половины бюджета, но в принципе я не ужину, поэтому, наверное, могу себе позволить. За 38 евро ты получаешь еще бесплатный завтрак, вай-фай, кофе, воду. Плюс можешь пользоваться микроволновкой и компьютером. Спасибо, мэр. У каждой кровати есть розетки, лампы и можно закрыться и остаться в некотором уединении. Очень большая ванна. Для хостела, я бы даже сказал, огромная. Это скорее какой-то отельный вариант. Но почему две? В комнате четыре мужика, один унитаз, один душ и две раковины. Надо будет спросить, мне реально интересно. Ну все, спокойной ночи. Завтра будет ниться. Надеюсь, она мне приснится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не сплю. Вот ты пришел и я уже не сплю. Я готов идти смотреть Ниццу. Я готов. Доброе утро. Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что я собственно сижу? Я же знаю, где во Франции самые лучшие спа. Правда, добираться туда где-то 600 километров. Но разве для человека с деньгами это проблема? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все французские богачи наслышаны о курорте Виши. Он славится на всю округу лучшим во Франции спа. Обычно из Монако в городок Виши добираются на поезде с тремя пересадками за 150 евро. Я решила немножко переплатить и добраться на вертолете за 8 тысяч евро. Поверьте, оно того стоит. Знаете, недаром девушки мечтают о Франции. Это же какая-то страна принцесс. Замки, замки, замки. Красиво да безумие. Всем привет! С вами Растюшка Репортаж. Место, с которым мы сейчас прилетаем, имеет потрясающее, красивейшее название. Вулкани. Вы, наверное, подумаете, что это обычные зеленые холмы. Но нет, друзья, это вулканы. Вулкани – это целая страна вулканов. Побольше и поменьше. Вы их не видите, но они есть. Вулканы давным-давно остыли и превратились в здоровенные лунки для гольфа. А еще, друзья, в недрах этих вулканов находится по-настоящему уникальное природное явление – источники нормальной воды Виши. Источники образуются на глубине аж 4 тысячи метров. Возле расплавленной магмы вода загибает до 140 градусов и насыщается углекислым газом. А по пути наверх, через древние вулканические породы, еще и впитывает в себя 15 полезных минералов и микроэлементов. Такой состав оказался особенно эффективным для ухода за кожей. За 6 лет в старушке Ницце ничего не изменилось. Статуи не одели. Узенькие запутанные улочки не распутали. В этом старом городе вообще непонятно куда идти. Все как было очень маленьким и уютненьким. Таким и осталось. Первое, что чувствуешь, погуляв по улицам Ницце, что попал в благополучную, сытую Европу. В Ницце все любят размеренный стиль жизни. С самого утра пожилые мадам сплетничают за бокалом розе. А месье обсуждают утренние новости, попивая прохладное разливное пиво. Детишка. Ну здравствуй, знаменитый курорт Виши. Городочек этот маленький, но безумно красивый. И знаете, конечно, грешно его объезжать на машине, потому что хочется гулять и рассматривать буквально каждую детальку, которая здесь есть. Виши – это курорт аристократов. Здесь есть свое маленькое казино, опера, ресторанчики и парки. Как бы ты не уезжала из Монако. Правда, нет моря, зато есть целебная термальная водичка. Горячие источники здесь открыли еще древние римляне. Они же первыми и узнали, что эта термальная вода целебна. На термальной воде тут готовят. Делают конфеты – знаменитые постелки Виши. Но самое лучшее применение для воды Виши – это оздоровление организма. Это термальный источник Лукас. Врачи признали целебные свойства этой воды еще в 17-м веке. А в 20-м создатели бренда Виши начали использовать эту термальную воду в косметике. Она имеет маслянистую основу, и когда вы наносите ее на руку, создается впечатление, как будто вы только что воспользовались кремом. Здесь огромное количество полезных минералов. А еще термальная вода – это настоящее спасение для людей с чувствительной кожей. Санечка, ну для тебя там как обычно ничего не было, а вот для себя я нормально так прикупила. Говорят, что в этом киоске очень вкусный и традиционный салат несуаз. Но не просто салат, а еще и в булке. То есть то, что мне нужно – и сытно, и вкусно. Салат с тунцом несуаз – главное кулинарное творение Ниццы. Трамбовать салат в пышную булку придумали местные рыбаки. Так удобнее жевать на ходу. Спасибо. Ну что, посмотрим. Можете? Нет, за 50 центов я это на ходу поем. Так, что тут у нас. Ну, я вижу пока яйцо, томаты, редиску. Выглядит аппетитно. Ну, честно говоря, есть его не очень удобно. Сама вся булка большая, все из него вываливается и немножко суховато. Но, несмотря на это, это довольно вкусно и за четыре с половиной евро очень и очень сытно. После удачного шоппинга мне стало интересно, как вся эта косметика создается. Настюшка-опасность, а.к. Настюшка-наука, в деле. Поэтому я отправилась на завод Виши. Единственный в мире производитель всей продукции этой марки. Наша особая гордость – продукт Минерал 89. Над его разработкой трудились ученые и проводили множество тестов. В результате была найдена та самая безопасная, но эффективная формула в виде геля. Аналогов ей в мире нет. Термальная вода Виши сохраняет ПХ кожи при негативных внешних факторах и повышает ее защитные функции. Каждый год Виши проводит до 3000 клинических исследований по выпускаемой продукции. У меня как раз вот такой вот есть. Я думаю, что второй тоже не помешает. Ну все, хватит гулять, пора побаловать себя лучшим спа в городе. Оно тут находится в отеле «Селестин». Слушай, Сань, ну нормально так вышло, да? Для того, чтобы переодеться, пришлось целый номер снять. Сань, я говорила, переодеться нужно, да? Поэтому ты уходишь. Вот теперь я выгляжу, как настоящая курортница. Сегодня меня ждет ритуал красоты Виши. Бонжур. Пройдемте в кабинет. Перед процедурой я должна диагностировать уровень увлажненности вашей кожи и ее тип. Ваш результат – 22%, а средний уровень – 50%. Мы диагностировали, что у вас сухая, обезвоженная кожа. Вам подойдет наш инновационный уход за лицом «Минерал-89». После очищения кожи от макияжа я нанесу минерализующую маску на базе термальной воды с витамином В3, которая глубоко увлажнит вашу обезвоженную кожу. А сейчас я нанесу гель-бустер «Минерал-89», который защищает, увлажняет, укрепляет и тонизирует кожу благодаря чудодейственному составу – 89% термальной воды и гиауроновой кислоты. Знакомьтесь, это фирменный спа-уход Виши. В массажных комнатах есть специальное оборудование с подачей термальной воды. Пока вы расслабляетесь во время процедуры и массажа в четыре руки, ваша кожа насыщается пятнадцатью минералами, увлажняется и становится бархатистой. Мне кажется, я никогда в жизни не была такой увлажненной, минерализированной и наполненной полезными компонентами. И приехать сюда было абсолютно правильным решением. Настюшка, ноу-стресс. Вот уже второй день мы проводим на самом распиаренном курорте Европы. А до сих пор не показали, ради чего же все сюда едут. Ну наконец-то! Вот же он, знаменитый лазурный берег. Голубая лазурь Средиземного моря. Нежное солнце. Теплая галечка под ногами. Ой, сколько народу! В Ницце есть три вида пляжей. Бесплатный. Платный. Об этих пляжах в прошлый раз подробно рассказали Андрей и Леся. Я тебе могу сказать, пляж у нас одинаковый. Люди те же, солнце, море, не тоже. Платить? Не обязательно. Покалить. Удобно тебе спускаться. Но на то мы и перезагрузка, чтобы открывать вам новые места. Кока-бич. Секретный пляж релакса местных. Я только вот что не пойму. А где к морю-то спускаться? Да, бесплатный городской пляж выглядел не так уж и плохо. Там хоть галька. Вот как здесь загорать, чтобы не сломать позвоночник? Еще одна прелесть секретного пляжа – отсутствие раздевалок. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну и самый главный бонус – чтобы искупаться в море, нужно сигануть со скалы. Если честно, мне очень стыдно и смешно признаваться, но я не умею плавать. Ребят, ребят, ну я же не на морской сезон устраивался. Откуда я знал, что в первом же выпуске придется в воду прыгать? На, я провождал предыдущего. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, еще серьезно, сюда? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Вишеславное местечко, но не помешает разбавить его щепоткой опасности. Опасность здесь и сейчас она ворвется в экстремальное развлечение. Когда ты вдоволь помежился на процедурах и захотел весело провести время, тебе организуют баббл-футбол. Класс! Почему бы не поиграть в футбол в потном резиновом шаре? Ребята, а где наши ворота? Эскьюзми, а вера из мои ворота? Я не подписывалась на это! Вы думаете, где связь Виши и баббл-футбола? Ну смотрите, я же похожа на гигантский пузырек термальной воды. В котором душно, как в сауне, и воняет предыдущим футболистам. Фу, я воняю. Короче, я это уже не... Ну держитесь. Настюшка опасность в деле. Тихо-тихо, Настюха, в игре! Я не могу! Короче, я поняла, главное правило бабл футбола – не забить мячик, а забить друг друга. Ух, до свиданеца, а мы идем дальше. Пасуй, пасуй! Я здесь! Ну и кто у нас теперь чемпион мира по футболу? Если опасность куда-то приходит, то она доделывает все делишки до конца. Шах и мат. Французы. Сегодня в Монако проходят события, которые нельзя пропустить – международный фестиваль фейерверков. Поэтому я возвращаюсь. Подожди меня, Ивлей! Господи, Евсей! Хотя, я же доберусь в Монако быстрее, чем ты на своем поезде. Кажется, пора занимать места, потому что совсем скоро начнется знаменитый фестиваль фейерверков Монако. Пойду на набережную и попробую пробиться поближе. Посмотреть спектакль фейерверков собирается все княжество. Погачи наблюдают со своих личных террас. А простой народ ищет на набережной свободное местечко. У тебя один евро в кармане, смотри уже салют, успокойся. ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фестиваль перверков – это не шоу в честь дня рождения какого-нибудь олигарха. Это серьёзный международный конкурс. Победитель получит 10 тысяч евро. Несмотря на то, что выстрелит в небо в несколько раз больше. И самое крутое, что этот сверверк один для всех. Неважно, есть у тебя золотая карта или у тебя всего 1 евро в кармане. Он общий. Просто восторг. Ребята, до меня реально до конца-то дошло. Ночь – это ведь лучшее время для того, чтобы запускать фейерверки. Спасибо, Лазурный берег, за то, что так принял новичка. Теперь я в двух странах одновременно. Одновременно. Теперь я в двух странах одновременно. Принимаю. Я не подписывалась на это. Лифт. Тадам. Экскюзми. Сколько народу. Нет, за 50 центов я это и на ходу поем. Ну вроде нормально прошло. Иди деньги меняй, господи! Ой, Евсей, Одиссей. Ну что, давай, издевайся. Как там было? Овсей, Одиссей, Енисей, Елисей, зануда. Что еще? Да ладно, расслабься ты, господи. Расскажи лучше, как тебе город. Ты же первый раз. Рюкзак, уикенд, 100 долларов. Круто. Я плавать научился. Гуляли, конечно, многовато и жарковато было. И золотой карты иногда не хватало. Но в целом очень. Короче, Енисей, слушай сюда. В смысле, слушай сюда. Знаешь, если ты всегда будешь так выкидывать монетку, я думаю, что мы правда с тобой можем подружиться. Ты же очаровашка. Так это без проблем. Серьезно договорились? Да, конечно. Класс. Друзья, ну на этой потрясающе фантастической ноте могу сказать, что мы увидимся с вами в следующем городе. Пойдем? Пойдем. Слушай, ты серьезно говоришь, чтобы монетка постоянно выпадала резко. Ты понял? Да, я понял.